Какие фотографии добавлять женщине на сайт знакомств? Если я мужчине действительно буду интересно, он встретится, он захочет встретиться. Так думают очень многие девушки и женщины. И это большая ошибка. Еще пользуются этими фейсапами, фейстюнами, фотошопами. Поймите, пожалуйста, что это многих мужчин останавливает. И толку от этого свидания, толку от этой встречи? Кто от этого выигрывает? Не выигрывает ни девушка, ни мужчина. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я дипломированный психолог, магистр психологии. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И обязательно смотрите это видео до конца. Для многих из вас очевидно, что сайты знакомств это нормально. И все чаще мы слышим истории, как кто-то кого-то там встретил и создал счастливые отношения, счастливую семью. С помощью сайтов знакомств, с помощью приложений знакомств. Заранее скажу, что не нужно платить за сайты знакомств, не нужно пользоваться платными. Сейчас более чем достаточно абсолютно бесплатных функций на сайте знакомств. И в этом видео я хочу разобрать отдельно тему женских фотографий. Какие фотографии добавлять девушке или женщине на сайте знакомств или в приложении знакомств. Если эта девушка хочет привлечь достойного, нормального, серьезно настроенного мужчину. И здесь у многих девушек и женщин есть заблуждение. Им кажется, что... А зачем вообще об этом париться, Ярослав? Ну, я добавлю две фотки какие-то или десять подряд какие-то фотографии, да, какие мне покажутся нужными. И если я мужчине действительно буду интересно, он встретится, он захочет встретиться. Да, фотографии это не особо важно. Мужчина захочет встретиться и при встрече все будет понятно. Так думают очень многие девушки и женщины. И это большая ошибка. Потому что на сайте знакомств это первое, на что обращают внимание и мужчины, и женщины, это фотографии. И по фотографиям судят. Особенно, если мы, понимаете, если мы рассуждаем про мужчин нормальных, серьезно настроенных и так далее, то одна из их особенностей то, что они заняты. У них есть дела, они увлечены жизнью, работой, карьерой, бизнесом, каким-то своим делом. И здесь важный фактор, что эти люди ценят свое время. Надеюсь, как и ты, смотря это видео, ты относишься к тем девушкам и женщинам, которые ценят свое время. И мужчина, который ценит свое время, ну, он не может встречаться с каждой понравившейся, немножко понравившейся женщиной, да. Или, типа, ну, в принципе, неплоха, окей, встречусь с ней в жизни и познакомимся, посмотрю, как же она на самом деле там выглядит. Есть другие мужчины, бездельники. Мужчины, которые на работе лишь бы отсидеть время, а дальше смотреть сиралы, дышать свежим воздухом, заниматься ничем. У них нет каких-то целей, каких-то стремлений. Я не говорю, что эти мужчины плохие. Просто у этих мужчин больше свободного времени. И они как раз, конечно же, могут ездить по встречам и бегать по свиданкам. Но я думаю, что ты, смотря это видео, ориентируешься на первый тип мужчин. Фотографии должны быть понятными для мужчины. Что значит понятными? Там должно быть видно, четко и понятно твое личико. Фотографии с очками на пол лица. Или, знаете, фотографии, где 80% пейзаж и тебя где-то там женщины 10% и она показывает красивое море или горы. Это мужчине неинтересно. Мужчине важно видеть, какое у тебя лицо. Какая у тебя улыбка. Никакой у тебя дакфейс. Никакое у тебя пафосное лицо. Никакая у тебя серьезная женщина. А твое лицо. Отдельно твое лицо с улыбкой. Понятно, что когда он смотрит на лицо, так же видны ему твои волосы. Так же ему важно понимать твое телосложение, фигуру. Что это значит? Это не значит, что все вы должны быть супермоделями. У всех разное телосложение. По-разному у нас наградила природа. С одной стороны, вам важно подбирать правильный ракурс, который вас будет показывать с выгодной стороны. Но с другой стороны, это не должно быть так, что вы чересчур приукрашаете себя. И когда в жизни мужчина с вами встречается, он видит совершенно другую картину. Тогда вы будете тратить и свое время, и время мужчин понапрасну. А самое главное свое время. И тогда вы будете встречаться с теми мужчинами, которым понравились не вы, а понравилась картинка на сайте знакомств или в приложении знакомств. Для того, чтобы мужчине было понятно, какая у вас фигура, для этого имеется в виду фотографии в полный рост. Не обязательно это должны быть фотографии в купальнике. Наверное, в купальнике и не нужно, хотя разные тоже есть фотографии в купальнике. Есть фотографии в купальнике, которые поприличнее, чем у некоторых девушек фотографии в одежде. Например, даже когда девушка в штанах, в облегающих джинсах, это тоже демонстрация фигуры. И это там, где вы может быть в полный рост. И там, где видно, ага, вот такая фигура. Понимаете, есть у женщин желание вот зацепить мужчин любой ценой. И они прям чересчур приукрашивают себя. Ну, еще пользуются этими фейсапами, фейстюнами, фотошопами. Ну, фейстюн, фейсап, мне кажется, это уже более продвинуто, чем фотошоп. И с одной стороны, это прикольно, потому что вы будете получать больше входящих сообщений и больше инициативы мужчин, например, встретиться. Но с другой стороны, это долгосрочно ничем не поможет. И поэтому я за баланс. С одной стороны, не приукрашивать себя чересчур, но с другой стороны, и не ухудшать себя. И с другой стороны, показывать себя с понятных, выгодных ракурсов. Очень много на сайте знакомств девушек, у которых фотографии только с лицом. Или фотографии, где вроде бы смотришь фотки, а непонятно, какая у нее фигура, непонятно, какое у нее телосложение. Ведь это важно. И это же касается инстаграма. Да, есть инстаграмы у многих девушек, у которых даже в их инстаграме этого непонятно. И поймите, пожалуйста, и кажется, ну блин, наверное, если непонятно, значит, это будет вызывать у мужчины еще больше интерес, чтобы встретиться. Это неправильная логика. Наоборот, понятность должна вызывать у него больше интерес, чтобы с вами встретиться. Тогда вы будете понимать, что мужчина с вами встречается с такой, какая вы есть, то, какой вы себя показали. А не встречается, знаете, с сундуком, с какой-то тайной, которую он разгадает, когда увидит полностью эту женщину вживую. Следующее. На, по-моему, уже многих сайтах знакомств, приложениях есть такая штука, как анимация. Это как бумеранг. Это как смесь фотографий и видео, но без звука. Там, где какой-то фрагмент, например, улыбка, и вот так повторяется. Соответственно, если есть такая функция, я рекомендую использовать это, потому что сейчас много есть косметологических процедур. И уже многие мужчины понимают, что женщина может в статичном варианте выглядеть хорошо, но как только она начинает говорить, мимика, сразу лицо другое. Не в смысле хуже, просто другое. Я считаю, что круто, если вы можете снять, показать некий бумеранг. Да, бумеранг-фото, где вы, например, улыбаетесь, либо где видна ваша походка. Я считаю, что это тоже крутой инструмент. Я считаю, что это должно быть в женских фотографиях на сайтах знакомств. Может кажется, что мы здесь на рынке. И такое ощущение, что, Ярослав, ты учишь, чтобы женщина всеми силами хотела мужчине понравиться. Но я не про понравиться, я про открытость, чтобы показать, что вот я такая, я открыта для встречи с мужчиной, и вот я такая девушка. И я буду рада взаимодействовать с мужчинами, с которыми у нас будет взаимная симпатия. Но если у вас на сайте знакомств только лицо, либо часто фотографии только в одном выгодном ракурсе. Знаете, у девушек там есть какая-то рабочая сторона, и она только в этой рабочей стороне, и там куча фоток. Фотографий не обязательно много. 4-6 фотографий на сайте знакомств более чем достаточно. Лицо, улыбка, фигура, пару фотографий. Может быть какая-то анимация с фигурой, анимация с улыбкой. Все. Этого более чем достаточно. И при этом это должно быть качественная фотография. Нигде видно, что вы наложили кучу фильтров, куча масок. Поймите, пожалуйста, что это многих мужчин останавливает. Потому что они уже сталкивались со многими девушками, женщинами, которые на фотографиях в инстаграм, на сайте знакомств выглядят вот так. А в жизни, ну не в смысле хуже, а в жизни совершенно другой человек. И толку от этого свидания, толку от этой встречи, кто от этого выигрывает, не выигрывает ни девушка, ни мужчина. Только потеря времени. И с другой стороны, бывает такое, что мужчина из-за того, что ему недостаточно информации о тебе, недостаточно в данном случае фотографий, он не пишет первый. Он сомневается. Он пишет какой-то другой девушке, которая ему больше понравилась, которая ему более понятна. И многие мужчины уже знают, что если у женщины какие-то однотипные фотографии, значит, скорее всего, она что-то скрывает. Но при этом я, как психолог, понимаю, что это не всегда так. Большинство девушек просто не понимают мужской логики. Большинство девушек просто не понимают мужской психологии, как мыслит мужчина. То есть, женщина мыслит по-женски. И ей кажется, что настоящий мужчина тоже так мыслит. И поэтому моя задача в этих видео показывать вам некий мужской мир, как мыслят мужчины, как они расценивают, как они делают вывод, как они принимают решения. И возможно эти видео будут вам полезны, если вы пользуетесь сайтами знакомств. Потому что большинство из вас, многие из вас этим пользуются, то почему бы этим не пользоваться эффективно? Вы скорее всего, если вы были на сайте знакомств, вы сталкивались с таким нюансом, что многие мужчины просят дополнительные фотографии. Или могут просить ссылку на инстаграм, или дополнительные фотографии прислать в мессенджер. И многие девушки и женщины к этому относятся негативно, настороженно. Опять же, а зачем? У меня и так тут три с половиной фотографии. Или, а что, если ему действительно там интересно, он бы предложил бы встречу и вживую бы все увидел. Зачем эти фотографии? Зачем? Уже объяснил в самом начале. Потому что нормальные люди ценят свое время. И не хочется никакому нормальному человеку, ни девушке, ни женщине, ни мужчине, ни дедушке нормально тратить время на ерунду. Ну, ездить по встречам или тратить время на то, что не доставит радости или какого-то взаимообмена чем-то положительным. И поэтому это нормально, когда мужчина просит дополнительные фотографии. И я вам рекомендую, чтобы у вас были припасены в запасе дополнительные фотографии, несколько штук, которые вы будете отправлять по запросу мужчинам в мессенджерах. При этом, если мужчина просит, конечно же, интимные фотографии, либо там как-то подозрительно ему нужны фотографии именно в купальнике, это уже плохой сигнал. Это уже красный флаг. Скорее всего, этот мужчина настроен в соответствующем ключе. При этом, если мужчина просит фотографию в полный рост, фотографии в полный рост есть разные. В штанах, в джинсах, в юбках. Это не равно эротическая фотография. И здесь ответ на такой вопрос. А как я помогаю мужчинам, мужчинам или классным мужчинам или классному мужчине понять, что я та самая, что я та самая подходящая женщина? Для этого я должна себя адекватно и правильно пропозиционировать. Да, это аналогия с резюме. Если мое резюме не привлекательно для работодателя, хотя я могу быть очень классным сотрудником, тогда, скорее всего, на меня работодатель, компания какая-то классная, не обратит внимания. Соответственно, если я хочу, чтобы на меня обратили внимание, куда я отправляю резюме, значит, я должен постараться. Я должен постараться и показать свои преимущества, свои сильные стороны. И дальше уже будет собеседование. На сайтах знакомств то же самое. Сейчас мы не обсуждаем заполнение анкеты, переписки, свидания, третье свидание, первый секс, поведение после первого секса, переход на этап отношений. Мы сейчас это не обсуждаем. Более подробно мы разбираем на бесплатных вебинарах, которые называются «Мужчина. Честная инструкция по применению», где эти и другие темы мы разбираем максимально подробно. Где мы разбираемся, как перезагрузить непонятные, созависимые, токсичные отношения. И нужно ли это делать, или нужно выходить из отношений. Есть ли шанс на то, что мужчина может измениться, и, наконец-то, начнет слышать вас, слушать, может, будет более внимательным и более участливым в отношениях. Как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, и чтобы они в вас видели достойную женщину. И как создавать классные отношения, когда 1 плюс 1 равно 11. И когда классные отношения не только первое время, пока мужчина очарован, а столько, сколько вы захотите времени. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и успейте записаться на бесплатные вебинары прямо сейчас. Понятно, что фотографии – это не единственное главное. Это важное, при этом важны еще другие элементы. Но в этом видео мы обсудили только лишь фотографии. Если это видео было полезно прямо сейчас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и пишите ваши комментарии.